Нужно сделать всё, чтобы век олимпийский огонь не погас. Этот выпуск учителя и родители называют не иначе, как олимпийским. Вот и выступление на торжественной линейке на спортивную тематику. В 2014-м со школы попрощались 2200 сочинцев. Сегодня такой день для всех выпускников, для их родителей сложный. Потому что с одной стороны это радость, школу закончили, какой-то первый шаг в жизни сделали. Но дальше начинается другая жизнь. Нужно выбрать правильный путь, нужно выбрать профессию, нужно вообще определиться, как и что. И повторю ещё раз, ну скажу, конечно, учителя уже сделали своё дело и, наверное, и сориентировали каждого ученика. Ну а дальше всё зависит и от родителей, и зависит от самих наших выпускников. О учителях в этот день говорили особенно много. Руководитель единственного 11-го класса школы номер 14 получила медаль за заслуги перед городом. Хотя для неё лучшая награда – благодарность и любовь многих поколений учеников. Я вас очень благодарю и от класса, и от ребят, и от всей нашей школы. Спасибо вам большое. Соблюдая недавно заветную традицию, 11-классники подарили первоклашкам куст сирени, который малыши посадят на школьном дворе. Взамен выпускники получили сертификат на экскурсию по Сочи. Подарок был выбран не случайно, ведь многие из них вскоре уедут учиться в другие города. Правда, обещают вернуться, поскольку их знания нужны прежде всего родному Сочи. Наконец, самый трогательный момент – последний школьный вальс и самый последний в их жизни школьный звонок. Я очень счастлива, что закончила наконец-таки школу. Мы очень долго готовились к этому последнему звонку, мы долго готовились к экзаменам. Наконец-таки мы и закончили. Сейчас предстоит самое главное – сдать экзамен и поступить в университет. По предварительным данным, 132 сочинца в этом году получат аттестат с отличием. 87 из них претендуют на золотую медаль. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.